МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки не зря наш регион недавно был признан лучшим местом для зимнего отдыха в России. Но об этом позже. А пока коротко о том, что еще ждет нас в этом выпуске. Родился он в селе Косиха дождливым летом на Алтае. Расскажем о том немногом, что связывает Роберта Рождественского с его малой родиной. Как барнаульский Ленин Ториадор попал в историю, а затем мы в международные путеводители. И почему так прозвали старейший памятник вождю мирового пролетариата. Когда будем открывать зимний туристический сезон и какие мероприятия и места обязательны для посещения, узнаем из полезного знакомства. Насколько правдивую легенда о Барнаульской яме, где стоят скрытые памятники, и как найти уголок дикой природы посреди города. Гуляем по еще одной улице столицы. В разгар лета на Алтае проводятся рождественские чтения. И Рождество тут ни при чем. Чтения посвящены нашему земляку, поэту Роберту Рождественскому. Каламбуришь. А еще у нас есть его мемориальный музей и литературная премия. В общем, настоящий город с Алтайского окрая. Иностранцы, добро пожаловать. Но. Есть одно но. Рождественский действительно родился у нас на Алтае, но прожил здесь всего лишь два года. А из смутных таких младенческих, можно сказать, даже воспоминаний о малой родине осталось лишь одно стихотворение. Родился я в селе Косиха, дождливым летом на Алтае, а за селом синело поле и пахло ливнем переспелым. Ну, красиво, но мало информативно. Да вот, собственно, и все, что связывало Рождественского с малой родиной при жизни. Ну, зато сейчас после смерти много чего связывает, и люди едут в его село со всей России. Ну, и, в общем, то, что семья поэта не против, и даже делится с музеем личными вещами. Для маленьких принцесс сбежать в страну чудес Дела обычные И только там найти К мечте своей пути Пути привычные Я такая славная В любом деле главная За что не возьмусь Из всего будет толк Почти безупречная Как дорожка млечная Что раскинулась по небу Гладкому как шелк Гладкому Как шелк Для маленьких принцесс Сбежать в страну чудес Дела обычные И только там найти К мечте своей пути Пути привычные Для маленьких принцесс Сбежать в страну чудес Дела обычные И только там найти К мечте своей пути Пути привычные И от солнца до земли Вижу я мечты вдали Сбудутся, не сбудутся Думать не хочу Ведь я такая славная В любом деле главная Думаю никто не поспорит Что Владимир Ленин Попал в историю И закрепился в ней надолго Поспоришь? Ну вряд ли А мы расскажем Как с помощью вождя Мирового пролетариата Попал в историю Город Барнаул На центральном проспекте города Сохранился старейший памятник Ленину поставленный Еще в 1937 году Возле здания Где сейчас расположен Краевой суд Ну кстати оба объекта Были созданы Одним и тем же автором Но сейчас не об этом А о том что авторы Путеводителя по России Выпущенного британским издательством Lonely Planet Включили в его Этот памятник В этот список И назвали его Ленин Тореадор За то что Драпировка напоминает Накидку Испанского покорителя быков Ну кстати Это один из немногих Памятников вождю Сохранившихся в Барнауле А на проспекте Ленина Их сейчас Всего вам Побывайте в этом совхозе Посоветовали нам Барнауле Он известен Не только большими урожаями Но и большой заботой О людях Разве такой поселок Похож на старую деревню И общественные отношения В поселке складываются По-новому На этом огороде Нет делянок Он коллективный И обрабатывает его Сообща Овощи с огорода Идут в совхозную столовую В ней все дневное питание Завтрак, обед, ужин Обходится не дороже 60 копеек Поэтому многие обедают Здесь с семьями Туристическое затишье На Алтае Случается лишь в межсезонье А с наступлением зимы Вновь оживляются места отдыха В этом году зима пришла рано Готовы ли наши турбазы И отели Вновь принимать туристов О ценах в этом сезоне И новинках Поговорим с директором Алтай Турцентра Татьяной Сажаевой Доброе утро, Татьяна Ивановна Доброе утро Зима началась рано И как всегда неожиданно Ну, по крайней мере, для нас А готовы ли были Туристические отели К такому-то Развитию событий Если мы с вами говорим Про инфраструктуру То каждый уважающий себя Владелец коллективного Средства размещения Готовил сани летом Более того, я скажу Что туроператоры И туристические агентства Они планируют сезоны Заблаговременно То есть, когда мы говорим с вами О лете следующего года Мы подразумеваем Что подготовка начинается сейчас В октябре К лету готовятся А зиму, конечно же Готовят заранее И когда мы говорим о том Что же зимой открывается Такое, что невозможно В любое другое время года В первую очередь мы говорим о том Что человек больше внимания Уделяет активным видам отдыха На воздухе Ему важны комфортные условия И возможность получить горячие напитки Обогреться в каких-то комфортных условиях Поэтому мы говорим об организованных площадках Объектах показа Которые, возможно, и нужны в зимний период Это горнолыжные спуски Это и питомники, где разводят хасок Готовы покатать на хасках Это же необычные виды спорта Которые открываются у нас зимой Например, тот же мотоски-йоринг Который для многих Произносимое это слово стало знакомым Это когда едет мотоциклист, а за ним лыжник Ну и, конечно, все готовят заранее свои лыжи Потому что уже в ленточном бару ездить можно Наш Авальман уже принимает гостей И, конечно, с приходом зимы Алтай принимает много крупных, интересных Спортивных, зимних, туристских мероприятий Один этап чемпионата России по скалолазинам Ничего стоит Такого у нас в прошлом году еще не было Поэтому ребята, которые готовят скалодром Они уже начинали готовить его как минимум два месяца А когда туристический сезон будет запущен на полную мощность? Ну, к слову сказать, на Алтайе ничего и не замерзает Мы с вами помним, что 50 тысяч туристов Одномоментно может разместиться летом И практически 40%, 19 тысяч может разместиться зимой Белокуриха работает на полную мощность С загрузкой больше 120% Есть замечательные сельские гостевые теплые дома Со своими объектами показа Есть туристические базы Все это к зиме готовится заранее И оно ждет туристов И, конечно, те объекты, которые открываются только зимой Прилет лебедей возможен только зимой Незамерзающие озера возможны только зимой Вот я, например, мечтаю все посмотреть на самый высокий водопад Алтайского края, Шинок Тогда, когда он покрыт ледяной коркой Вот это, наверное, зрелище Я не видела, только видела на фотографиях своих коллег и туристов Поэтому не сидите дома В этом сезоне чем еще будем удивлять туристов? Есть ли какие-то эксклюзивчики, которые не были в прошлых, может быть, сезонах? Ну, для нас, наверное, все-таки самое приятное и удивительное Что в рамках открытия зимнего туристского сезона, алтайской зимовки Присоединяется все больше районов Например, в этом году мы выросли до 10 районов и 6 городов И появляются такие точки притяжения, которые для нас, жителей Алтайского края Не всегда считаются туристскими Например, Рубцовский район со своей зимней подледной рыбалкой Шипуновский район Валеет обловить рыбку Загляните в программу, которую они предлагают Быстроистокский район Я уже не говорю о традициях пельменных игр в Бийске Это уже третий год Подождите, подождите, вот Быстроистокский вот чем будет удивлять А Быстроистокский район удивляет своим шорт-треком Шорт-треком? Помните Олимпийские зимние игры И о том, как мы болели с вами за наших спортсменов Это вот скоростной проезд на коньках Быстроисток готовит эту программу Здорово, здорово А цены доступны? Или, как всегда, к Новому году выходим на пик? Мы с вами говорим о стандартных ценах зимнего сезона Они традиционно ниже летних Здесь я не имею в виду пелокуриху Потому что в комплекс их услуг всегда включено лечение, питание Когда мы говорим с вами о стоимости комфортабельного номера Зимой стоимость низкого сезона И нужно понимать, что когда мы говорим про бронирование Нового года Это нужно делать заранее И, конечно, это пиковые высокие цены Не стоит их сравнивать Но планировать нужно Спасибо, спасибо, Татьяна Ивановна О начале зимнего туристического сезона на Алтае Мы говорили с директором Алтай-турцентра Татьяной Сажаевой Не зря на Алтае все-таки так помпезно открывают зимний туристический сезон Конечно, далеко не все турбазы работают круглый год Но те, что открыто, начинают бронировать заблаговременно И, как правило, заполнены они до отказа До поры до времени считалось, что зимой Алтай не интересен туристам Но несколько лет назад решили попробовать и заявить о дополнительном туристическом сезоне И, ты знаешь, действительно не прогадали Люди с удовольствием поехали в зимнюю сказку Когда нет минус 40, то, конечно, у нас хорошо Сейчас, конечно, номера лучше бронировать заранее Иначе рискуете остаться просто-напросто без жилья в сугробе переночевать Круглоглоглогичные базы, как правило, расположены вблизи горнолыжных склонов Но не только Цены остаются на уровне летних Исключение, правда, новогодние праздники Вот там ценник может, о-о-о, как подскочить Так что заранее Пока вы обдумываете свою предстоящую поездку Предлагаем прогуляться по любимому городу Который скрывает много интересного Когда мы говорим о героях Великой Отечественной войны Чаще всего имеем в виду тех, кто воевал на фронтах Забывая порой о том, что и здесь, в глубоком тылу Тоже шла необъявленная война в это время Война с бандитизмом Сегодня мы прогуляемся по улице Названной в честь одного из героев Этой войны Петр Ильич Гущин Участник гражданской освобождал Сибирь и Алтай В том числе и от колчаковских войск Да так и остался в Барнауле Когда началась Великая Отечественная, рвался на фронт Но из-за ранений и возраста Остался в городе, стал милиционером В ночь на 3 сентября 44-го Когда он патрулировал На пересечении Червонной и Цветочной Его застрелили преступники После войны в 60-х Цветочную Назвали его именем Так появилась улица Гущина На протяжении примерно километра С небольшим Гущина тянется вдоль Так называемого лога реки Пивоварки Место, которое в 80-е и 90-е годы Было известно как Яма Яма тогда имела довольно суровую репутацию Как человек, который вырос здесь буквально в двух шагах На Озерной могу сказать, что все рассказы Про засилие наркомании и преступности в Яме Это чистая правда Ближе к 2000-м наступил заметный перелом Совсем преступность искоренить не удалось И, видимо, не удастся никогда Но дурная слава, по крайней мере, Ямой Сейчас почти сошла на нет Усилиями, опять же, правоохранителей и местных жителей Вообще символично Гущина тянется Сейчас из-за перестройки города с перерывами Через настоящие места с дурной славой Например, юбилейный парк, бывший Пороховой Когда-то вполне процветающая зона отдыха Теперь юбилейный в запустении А между тем, совсем рядом Есть закрытые от глаз довольно любопытные памятники Первый — напоминание о том, что когда-то здесь находился Лагерь и кладбище японских военнопленных Его установили в середине 90-х А второй, ну, очень странный Ну, если про памятник японским военнопленным Хоть кто-то, да, сейчас знает То про памятник, который находится буквально в нескольких шагах Знают совсем немногие Ну, неудивительно Он похож сейчас, пожалуй, на клумбу, что ли 20 ноября 1922 года Председатель ЦИК Калинин Встречался здесь с трудящимися города Барнаула Что их занесло на такую окраину Неизвестно На этом мы нашу небольшую прогулку сегодня заканчиваем И в следующий раз прогуляемся по новым, известным и не очень, местам города Барнаула Юра Часто ли ты представляешь себя огнедышащим драконом? Поговорим о здоровье Страничка Малышевой Поехали Если ты об ужоге, то в этот момент все, о чем хочется думать, это о том, как быстрее от нее избавиться Да, можно избавиться Народными методами, лекарствами, содой Все, наверное, об этом знают, кто с проблемой сталкивался Но сегодня мы расскажем, как не допустить ее проявления Во-первых, не переедать Ведь кислота из желудка поступает в пищевод, когда еды в нем слишком много Советуют не злоупотреблять кофе, шоколадом, раздражающими пищевод Про газировки я уж промолчу, естественно, их нельзя Ну и жирная пища, на расщепление которой желудку требуется больше кислоты, нельзя Ну а самый оптимальный состав в вашем блюде, в вашей тарелке Как обычно, подскажет рубрика «Полезного аппетита» Мы продолжаем наши кулинарные эксперименты Это программа «Полезного аппетита», в которой мы делимся не только вкусными, но и здоровыми блюдами И это важно, ведь когда человек начинает придерживаться здорового питания, ему кажется, что это дорого, что это невкусно На самом деле все не так, на нашей кухне такие ограничения не приветствуются А главное правило здесь – еда – это удовольствие И мы с удовольствием приготовим сегодня для вас фаршированные половинки перцев Из расчета на одну порцию для фаршированных перцев нам понадобится Сладкий болгарский перец – одна штука, фарш – 100 граммов, сыр и зелень – все по 20 граммов, один зубчик чеснока, соль, специи Так вот, если ты позволишь Конечно Кто у нас, шеф? Самое традиционное в любой семье блюдо – это фаршированный перец, болгарский перец Соглашусь Сегодня у нас будет такой немножко хитрый способ Мы будем делать половинки перцев Это такое удивительное открытие, когда ты идешь в магазин и тебе хочется сэкономить Ты берешь и один перец, во-первых, мясо входит больше в половинку, чем в целом перце Во-вторых, из трех перцев можно сделать шесть блюд Болгарский перец разрезаем пополам, убираем семена, красные лодочки заполняем фаршем Положили все это на противень и в духовку на 15 минут, температура 180 градусов Перед самой готовностью мы посыпем нашей вот этой сыром и зеленью смесью наши перцы Сыр слегка расплавится, а зелень останется как бы тут Потому что если мы посыпем сыром, а сверху зеленью, получится, что зелень у нас засохнет Будет некрасиво, а когда она вот в этой вот сырной консистенции будет страшно Это хитрости каждый раз открываешь какие-то Хитрый повар, хитрый шеф Красные болгарские лодочки приплыли к своему идеальному состоянию Выключаем духовку, но не вынимаем блюда, а щедрой рукой посыпаем сверху сыр зеленью Даем этой вкусности расплавиться Юра, какая нога у тебя та? Которая эта? Та, которая не та, другая Тебе и нашим зрителям Я пожелаю разобраться поскорее Все-таки какая нога та и вставать только с той ноги, чтобы день прошел замечательно и удачно А лучше вставать на бровях С вами было Утро по-домашнему, проснемся завтра С новостями на этот день в студии Кирилл Политов, здравствуйте В Алтайском крае растет число банкротов По данным на конец октября в регионе их было зарегистрировано 283, сообщает Политсибру со ссылкой на аналитическую службу компании СтопДолг С этим показателем край занимает 28 место среди регионов России В целом же в стране уже более 20,5 тысяч человек официально признаны банкротами Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году Самое большое число в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге Интернет-форум для людей с ограниченными возможностями пройдет сегодня в Барнауле с 10 до 12 часов по телефону Которые на ваших экранах можно проконсультироваться по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов Соблюдение трудовых их прав и получить информацию о госпрограммах для людей с ограниченными возможностями Ответы на вопросы будут опубликованы 7 декабря на краевом информационном портале занятости населения 35 лет с момента пуска первой коксовой батареи отметили работники завода «Алтайкокс» За это время предприятие стало гигантом в промышленности Алтайского края Накануне лучшие сотрудники получили награды Второй дом – именно так называют заводчане место своей работы Упорный труд в команде профессионалов – вот главный секрет успеха промышленного флагмана Алтайского края В компании есть даже гордое выражение «человек Алтайкокса» – собирательный образ патриотов своего труда То, что мы символично увидели сегодня на праздновании Дня металлур Говорит действительно о том, что мы сформировали команду «Человек Алтайкокс» – «Человек Иннову МК» Я вас поздравляю с этим праздником и удачи всем Сегодня с полной отдачей на заводе трудятся больше 3000 человек Накануне в торжественной обстановке 115 сотрудников получили отраслевые, региональные, городские и корпоративные награды Случайных людей у нас нет У нас все люди, которые болеют за судьбу завода, которым нравится работа Они остаются и они работают и показывают свое мастерство Тем более сейчас технологии новые внедряются очень быстро, чтобы успеть за этим всем Алтайкокс – одно из крупнейших предприятий коксохимической отрасли страны Каждую седьмую тонну кокса производят именно здесь Сегодня предприятие успешно развивается и обеспечивает своим работникам достойный уровень жизни 50 лет отмечает сегодня педиатрический факультет Алтайского медуниверситета Он был создан в 1966 году, когда в крае не хватало детских врачей Тогда в УЗИ было всего два факультета Сейчас педиатрический выпустил более 6000 человек Сегодня они работают детскими специалистами в крае и за его пределами Возглавляют детские больницы, работают на факультете Торжественное мероприятие пройдет в 15 часов в концертном зале «Сибирь» Выставку художника-мистификатора Никодима Лейбгама откроют сегодня в Барнауле Экспозиция под названием «О девяти мамочках» разместится в галерее Турина гора В основу работ легли архаические представления народов Севера О сотворении мира, шаманские обряды, которые художник попытался передать в живописи В пространственных объектах и инсталляциях Открытие выставки в 3 часа дня Желаем вам продуктивного и интересного дня Не забудьте включить наш канал вечером Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»